Вешаем овцу, отмеряем 65 сантиметров, делаем метки, сверлим дырки. Вставляем крюки, венчиваем, крюки должны смотреть друг на друга. Степень завинчивания крюка соответствует дырке на полке. Вот это полка, снимаем защитную пленку. Фирменным знаком вовнутрь, крюк на крюк должен смотреть. Легким движением руки надеваем. Вкладываем бумагу. Влезает до 31 штуки, так что овца может быть самой разнообразной. После этого примеряем, где будет голова. Голова может мечтательно смотреть в небо. Голова может быть с любой стороны. Здесь, по-моему, веселее она смотрится. Так мечтательная овца, так склоненная под грузом своего тела. Пусть будет мечтательная. Снимаем защитный слой от двухстороннего скотча. И приклеиваю. А теперь ноги. Ноги тоже, по желанию. Может бежать, может стоять. Но ноги лучше подвести под эту. Вот так. Чтобы немного заваливалась туда бумага. Мало ли что. Не у всех стены прямые. Снимаем защитный слой. И симметрично приклеиваем овце ноги. Если б было больше бумаги, овца смотрелась бы. Вот так мы висиметрично. Все. Овца готова. Вот. Тут еще можно расположить ягнерку держателя рулона туалетной бумаги. Лучше бы, чтобы она была наполнена так. Ну, что есть на сегодняшний день. Быстро, легко и прочно. Может выдержать и полотенце, подгузники. Любое белое, сложенное в рулоны, подойдет для такой полки. Субтитры сделал DimaTorzok